Всем привет! Рада видеть вас сегодня всех! Рада, что вы зашли посмотреть это видео, потому что это видео будет на тему от за губами зимой. Я думаю, так же, как и всем остальным девчонкам и мальчишкам тоже, интересна эта тема. Я уверена, что многие из вас также пользуются бальзамами для губ. Каждый раз встает вопрос, какой выбрать. Какой выбрать, потому что тот я пробовала не очень, этот тоже пробовала не понравился, этот пробовала очень хороший, но надоел. Но выбор все равно должен состояться, так как зима очень все сухо. На самом деле это не секрет ни для кого. Я думаю, все знают о том, что губы сохнут больше всего в зимний период, потому что это отопление, это сухой воздух печек и каких-то обогревательных систем. Я думаю, в принципе, все об этом знают, все в курсе, и я даже уверена, что все знают, что нужно ухаживать за своими губами не только зимой, а в любые другие времена года, чем я, в принципе, и занимаюсь. Я вам скажу, я такой человек, я не могу, просто не могу обходиться без бальзама. Мне нужен очень хороший, жирный, масляный такой бальзам, потому что только от такого бальзама, только после такого бальзама у меня губы становятся как у младенца. Ну, я сегодня вам посоветую несколько вариантов. Я думаю, в принципе, все знают эти варианты, которые я вам покажу. Если вы знаете какие-то очень хорошие, жирные, в то же время питательные, увлажняющие и масляные, может быть, даже текстуры, посоветуйте мне, пожалуйста, потому что все равно надоедает одно и то же, да, использовать постоянно. Вот как с Кармексом, к примеру, у меня было. Он мне очень нравился. Я накупила его кучу, и в итоге просто пользуюсь им только летом, потому что вот этот холодящий эффект, он мне не нравится зимой. Я могу использовать его зимой, но только в помещении и только там, где тепло, потому что если я его нанесу и выйду на улицу, либо, не дай бог, еще на улице его нанесу, то все, пропали мои зубы, они очень у меня чувствительны к холоду, и, ну, это беда просто будет. Другое дело, когда я этот бальзам наношу, и проходит буквально час, может, полчаса, куда-то этот эффект холодящий уходит, и, соответственно, я могу выходить на улицу, в люди, куда угодно, на мороз, пусть там даже, я не знаю, будет минус 20, минус 30, с моими зубами ничего не произойдет, бальзам просто становится вот бальзамом, и нет вот этого уже эффекта, который присутствует в начале. Но когда мне нужно экстренно это сделать, у меня нет времени, да, нет получаса сидеть и ждать, когда, когда же этот эффект холодящий пройдет, ну, просто это нереально в некоторые моменты, поэтому я его и отложила до лучших времен, до лета, до каких-то теплых деньков. Ну и первый шаг, который я вам посоветую, это скрабирование губ, оно обязательно, и не нужно говорить о том, что это придумали, и непонятно для чего. Я, кстати, тоже была подвержена такому мнению какое-то определенное время, потому что мне казалось, что скрабирование губ ничего абсолютно не дает. Я тем самым могу нанести масло на губы и сделать якобы маску для губ, и также у меня будут губы в прекрасном состоянии, но все равно они время от времени облазят. Вот все равно, они не пересыхают ничего, но вот просто ты наносишь бальзам, либо блеск какой-то, и потом видишь, что у тебя мягкая какая-то корочка беленькая такая. Вот это кожа, которую вы должны были отскрабировать, которую вы должны были отшелушить, но вы этого не делаете. Поэтому получается, что у нас губы все равно шелушатся. Допустим, на такие вот шелушинки, пусть они и мягкие, их все равно нужно обдирать, и все равно потом ранки, и все равно потом губы не в нормальном состоянии, и на такие губы не нанесешь идеально какую-то матовую помаду, либо просто даже помаду, которая может просто подчеркнуть вам эти же шелушинки. Это не очень комфортно, это не очень красиво, и не всегда, и не все люди любят, да, пользоваться блесками для губ. Блески для губ, я вам скажу, хорошие, нормальные, они не подчеркивают вообще никаких шелушений, и не видно вообще ничего. Второе, что я вам могу посоветовать, это делать маски для губ. Можно ухаживать дополнительно за ними не только бальзамами, но и увлажняющими масками какими-то. Можно масла на них наносить, именно натуральные масла, к примеру, миндальное, авокадо. Любое масло, которое вы используете для лица, если вы используете, если не используете, то просто приобретите любое масло. Ну, кроме виноградных косточек, наверное, подойдет лучше масло авокадо, масло миндальное, персиковое, пшеничных зародышей, масло карите. Эти масла в одиночку можно наносить на губы толстым слоем, и какое-то время просто не разговаривать, ничего не употреблять вовнутрь, чтобы масло не проникло, соответственно, туда же. Таким образом вы увлажните свои губы, они очень будут напитанные, причем это будет действительно вот такая экстренная помощь. Может быть, это лучше делать, когда у вас предстоит какое-то, я не знаю, мероприятие, и вам нужно нанести идеально матовую помаду. Также можно увлажнением заниматься и после пересыхания обильного губ, потому что у меня бывает такое, что когда у меня на губах ничего нет, я долго общаюсь с человеком, у меня начинает с внутренней части образовываться корочка. Я, во-первых, не очень комфортно себя чувствую, у меня сразу, знаете, такая стянутость во рту, и я постоянно делаю вот так. Так, потому что у меня очень пересыхает рот, как бы это странно не звучало, смешно, тупо или еще как-то. Но действительно он пересыхает, доставляет тем самым мне дискомфорт, поэтому я постоянно ношу с собой бальзамы, они у меня постоянно есть везде и всегда, и по нескольку экземпляров. Поэтому вам советую делать то же самое, пусть даже не 10 штук их носить, но один, хотя бы иметь в сумке это обязательно. Ну и первые бальзамы, которые я могу посоветовать, это бальзамы номер один, которые у меня находятся в косметичке, возле кровати, где только душенька пожелает. Это бальзамы Невея. Я их открыла для себя, по-моему, в прошлом году. Да, в прошлом году. Это бальзамы, которые меня просто покорили. Я лучше бальзамов не видела за все время своего существования, как ни странно. Они хорошие, они плотные, масляные, они очень хорошо увлажняют губы, очень хорошо питают, разглаживают их. Я, когда им пользуюсь на ночь, просыпаюсь, у меня губки просто мягкие, готовы к нанесению помады. Я, когда пользуюсь ими в течение дня, я могу долго разговаривать, могу долго что-то делать, даже пить, кушать. И какая-то доля бальзама у меня все равно остается на губах, и тем самым они все равно у меня не пересыхают. В общем, это чудесное творение, и я благодарна Невее, что они придумали такую штуку. В этих маслах от Невея вы можете найти любой для себя бальзам, которого вы только можете пожелать, потому что у них есть множество запахов, есть даже просто обычный классический, который без запаха. Есть карамель, есть ваниль, есть малина, есть кокос. Тем более, что меня больше всего поражает, и что мне больше всего нравится, это то, что там очень много грамм. Этой баночки хватает просто вот на год, а то и больше. Ну и также, как я могу пройти мимо бальзамов Carmex, я также их могу посоветовать, потому что их очень хорошо наносить после скрабирования. Я обожаю вот этот момент. Я, честно, даже зимой прибегаю к такому методу. Я после скрабирования и после умывания, нанесения крема на лицо, я наношу бальзам Carmex. И просто релаксирую. Во-первых, мне нравится его запах. Я знаю, что он многим мне нравится. У меня классическая версия, и он мне нравится. Вот сколько я им пользуюсь, ни разу у меня еще не было отвращения, ни разу не было отторжения, и я просто от него в восторге. Как я уже говорила, я могу им пользоваться только в помещении, но, честно, мне больше всего нравится им пользоваться вот именно после скрабирования, также летом. Есть также бальзамы, которые похожи на блески, и это два в одном, я считаю. Такой бальзам можно хранить в сумке. Он пригодится в любой момент. Если он в стике, как в данный момент у меня, то он будет удобен в использовании. Его можно достать в любое время, в любом месте, обновить, если вы почувствовали какой-то дискомфорт, какую-то сухость. Ну, еще один бальзам, который у меня есть, это бальзам от Спивак. Я не могу вам его советовать, но все мы разные, да. Мне он, допустим, не нравится за счет того, что он такой себе, да, не совсем плотный, как Нивеевские масла. Это просто обычное такое масло, застывшее. Соответственно, губы покрываются очень такой тонкой пленкой. Честно, этот бальзам мне нравится наносить только перед нанесением помады, либо блеска какого-то. Но я не могу сказать, что этот бальзам не имеет места быть. Присмотритесь, попробуйте. Опять же говорю, вкусы у всех разные. Я люблю более жирные текстуры. Он не такой жирный, как мне этого хотелось бы, но он очень хорошо увлажняет губы. Он очень хорошо подойдет тем девушкам, которые не любят очень жирные текстуры в бальзамах. Также есть такой один момент. Можно наносить для увлажнения, либо просто для реанимации своих губ. Любой ваш питательный крем для рук, также толстым слоем на губы, и они также будут увлажняться, питаться. Но это должен быть хороший крем, который именно действительно смягчает и питает кожу рук. Может быть, есть крем для лица такой у вас. Его также можно наносить на губы и делать тем самым маски, спа-процедуры своим губкам. Честно, я такой человек, я не очень люблю, когда у собеседника пересохшие губы. Я никогда не выражаю это никому в лицо, не говорю, что как-то это некрасиво, почему у тебя так, да, и все в таком духе. Нет, я просто когда общаюсь с кем-либо и вижу, что у человека пересохшие губы, у меня у самой сразу реакция. Я делаю вот так вот, проверяю, есть ли у меня бальзам на губах и не пересохли ли у меня губы. И не очень нравится вот эта вот корочка даже у некоторых на губах, и люди с ней ходят. Я, допустим, когда у меня раньше образовывалась такая корочка на губах, и я не увлажняла свои губы, потому что я еще тогда не была на ютубе, я даже не смотрела ютуб. И как-то были у меня бальзамы, но я ими забывала пользоваться, поэтому мне не до этого было как-то, мне неинтересно это было даже. Я эту корочку, допустим, всегда норовила содрать, поэтому я не знаю. Я когда смотрю на людей, у которых такая корочка, мне сразу хочется ее содрать, и честно, это чревато последствиями. Видео такое получилось два в одном, я вам показала уход, зимний уход за губами, обновленный немножко уход, так как у меня поменялись немножко бальзамы, раньше у меня были другие бальзамы. Видео также про мою коллекцию бальзамов. Расскажите, какими бальзамами пользуетесь вы, пользуетесь ли вы ими вообще. Ну а я с вами прощаюсь, и увидимся в следующих видео, обязательно увидимся. До новых встреч, пока-пока!